Комфортная городская среда, самоглубое старта, и наш опыт реализации, именно реализации проектов победителей всероссийского конкурса уже переваливает за десяток. Это не только Краснодарский край, это и Кемеровская область, потому что присутствие СОЭК есть и в этих регионах. Также мы работаем из Далевосточных федеральным округом, то есть мы достаточно географически очень широкие, масштабные. И, соответственно, опыт показывает, опыт дает нам какое-то определенное четкое понимание, как работать со сложными территориями. В данном случае жителям выбрана территория, да, она уникальная, она очень востребована, и мы это все видим и понимаем. И чем сложнее территория, тем больше, конечно, внимания жителей. Основная задача, и тут критерий оценки, который оценивается высоко, это именно качество и программа вовлечения жителей. Потому что чем больше жителей поучаствуют, не только в выборе, да, отдали голос, но именно непосредственно в самом проектировании, программировании, о чем как раз говорилось ранее, что замечание. То есть исключение как раз неудовлетворительного результата для жителей, чтобы не было ощущения оторванности решений, которые принимаются в кабинетах и реальной практике. Для этого нами уже опробовано что-то и даже изобретено определенные механизмы. И мы, конечно, сегодня хотели бы предложить некое свое видение программы соучаствующая, так как конкуренция в конкурсе очень сильно растет. Очень много городов хотят воспользоваться этой возможностью, потому что такой тренд российский. И все скверы, площади сделали, мы занимаемся с рекреационными зонами. Это, честно говоря, самый большой такой серьезный устойчивый запрос. И это самые сложные территории. Поэтому хотелось бы, конечно, услышать от каждого присутствующего какие-то пожелания с точки зрения функционала, какие-то, может быть, нереализованные ранние идеи. То есть наша задача обменяться. Мы, в свою очередь, свое видение функциональное расскажем, какие-то идеи. Ну а в части соучаствующие, чтобы сразу определиться, наверное, с позицией основной, мы предлагаем провести как большие, так и малые мероприятия. Основное критерие оценки – это в том числе и разнообразие. Поэтому предлагается сделать основное мероприятие, сделать КВН-марафон или КВН-кубок. Я не знаю, как мы его с вами назовем, но идея следующая. У вас достаточно активное молодежное сообщество. У вас такие интересные, то есть то, что мы успели из социальных сетей, из общедоступных, так скажем, источников посмотреть. Познакомиться с программами массовых мероприятий, активные спортсмены, активные люди, представители более зрелого возраста. Мы бы хотели создать несколько команд из таких активных представителей. У нас в нашей команде архитекторов есть профессиональный КВН-марафон, который пишет, как редактор пишет КВН-мероприятие. Очень хорошо знает Назарова, это ваш друг и поклонник, и здесь играл вместе с красноярской командой неоднократно. Поэтому мы планируем своими ресурсами организовать такое мероприятие, провести его очно на существующей сцене в Березово-Роще. И здесь сама основная идея поможет в неформальном формате, может быть, даже с каким-то, так скажем, долей смелости, жители могут высказаться как раз вот свои пожелания, то есть представление о состоянии двух частей, или поднять какую-то проблематику и предложить свое персональное решение. Потому что проблем обычно много, это как раз и снос деревьев, да, и утрата зеленого каркаса, потому что есть, конечно, антропогенное влияние, а есть экологическое влияние, а есть вообще масштабные, или, так скажем, макропроцессы, связанные вообще с заменой просто природного, породного состава, да, то есть обычно после соснового леса через 200 лет Березы, и наоборот. Вот этот процесс мы обычно наблюдаем в определенной степени, и иногда жителям можно донести как раз с научной точки зрения вот эту стадию, в которой мы находимся. Ну и вот проблемы с недоразвитостью, допустим, активных зон, да, то есть может быть у жителей есть конкретные пожелания, связанные там с расширением площадок, с формированием каких-то спортивных новых локаций. То есть это позволит нам вот в таком неформальном режиме, во-первых, услышать, во-вторых, получить некое предложение, и вся подготовительная часть этого марафона или ГВМ, мероприятия, она тоже будет оснащена определенным ожиданием, которое мы будем давать. Это сплочение сообщества, это обмен опытом, может быть команда смешанная, наоборот, там люди в возрасте, и это может быть какая-то такая передача какого-то опыта, потому что в молодости все играли в КВМ, ну и многие, по крайней мере, это очень популярная игра, всем понятно. Я заручилась поддержкой Марины Михайловны, я думаю, что предприятие тоже свою команду сформирует, и нам кажется, что вот такое мероприятие, оно будет оценено не как формальное проведение, ну какого-то там урбан-форма, а мы играем в долгую здесь, то есть мы подготовимся, мы подготавливаемся, но и самое главное, мы проводим в самом парке массовые мероприятия, подтверждая востребованность места, любовь к этой территории, да, интерес разных целевых групп, и закрываем прям несколько пунктов заявки вот именно таким масштабным мероприятием. Наряду с таким вот, такой формой вовлечения, однозначно будет урбан форум по защите проекта, обсуждению в финале нашего проектирования, это, конечно, совсем ближе к концу, это где-то конец апреля месяца, где еще есть возможность по сроку внести какие-то изменения, пожелания, услышать еще раз обратную связь. Обычно во время соучаствующего проектирования у нас доходит до 10 тысяч человек, нужно вовлечь по принципу, один человек несколько раз, то есть мы статистику когда собираем, и в заявке оно тоже происходит, то есть складывается суммарно весь объем вовлечения и голосования, и голосование за выбор мероприятий, как раз вот после нашей поездки мы хотели бы уже сформировать окончательную анкету и запустить выбор мероприятий, потому что второй этап у нас как раз желательно сделать его уже с полным осознанием идей, которые есть в городе.